Значит, смысл следующий здесь, что метод, то есть много людей друг с другом спорят постоянно, какие подходы лучше, там, процессно ориентированные подходы лучше, эмпидические подходы лучше, вначале анализируем, потом делаем лучше, вначале, не знаю, итернативно работаем лучше, а дело в том, что это все зависит от области, какой мы работаем, и предложение следующее в данной модели, что мы должны смотреть на область, на задачи, которые мы решаем, с точки зрения причинно-следственных связей, то есть если причина-следственная связь понятна, мы легко можем понять, что нажав на эту кнопку, что мы получим в результате, то одни подходы должны быть использованы, если мы, в принципе, можем понять, что произойдет, если мы нажмем на эту кнопку, но это сложно, то другие методы использовать нужно, если мы, в принципе, не можем прямо сейчас понять, что произойдет, когда мы нажмем на эту кнопку, но постфактум мы это можем понять, то это третья область, и третьи методы там хорошо работают, и четвертая область, это когда мы, в принципе, даже после постфактума не можем понять, как были связаны причины и следствия, давайте примеры, примеры интересные, конечно, всегда рассматривать, значит, приведем пример, например, вот этого случая, самого простого, да, когда причины-следственные связи, они понятны, например, если вы руководите банк каким-то отделением банка, то многие операции в банке, они имеют понятную последовательность, вы пошли в банк, хотите сделать себе кредитную карту, последовательность, что делает сотрудник банка, и что вы делаете, она очень понятная, то есть, не знаю, просят у вас паспорт, дают анкету, конкретно там есть делевое решение, по которому идет сотрудник компании, поэтому, кстати, многие директора банков, например, директор Банков Америка и директор АJSBC, это такие люди, которые ориентируются, ориентируются весь свой бизнес на нормативные процедуры, то есть это процессно ориентированные люди, другое дело, если мы, например, в нефтяной промышленности, и наша задача найти место для бурения, допустим, да, опять, это, в принципе, можно анализировать, то есть подход правильный в данном случае, это сделать анализ долгий, потом начать бурить, то есть там причины-следственные связи тоже понятны, но они намного сложнее, это не операции банки. Еще более сложная область, это так называемая комплексная область, то есть, например, кстати, разработка программного обеспечения входит в комплексную область, так называемую, и из других таких жизненных примеров, например, мы организовали вечеринку, да, после вечеринки все говорят, что как было классно. Если вы спросите, а почему было классно, вам скажут, что были интересные люди, были интересные там напитки, была вкусная еда и так далее. Теперь подумайте, если вы пригласите те же людей, те же напитки, ту же еду, в следующий раз будет интересно или нет? Как вы думаете? Один, да, два уже нет. Непонятно, правильно? То есть причина-следственные связи, почему было интересно, мы в ретроспективе можем понять, а сейчас понять для следующего раза не можем. Лучший пример, может быть, это финансовые рынки. То есть кто-то играл на Форексе фьючерсами, баловался их туда? Интересно, много потеряли, кстати. Как тебе рассказать? Много, да, много. Принцип технического анализа, сейчас авторство анализируют, что было, и пытаются даже с использованием нейронных сетей рассказать, что будет, но до сих пор не получается. Дуриловка такая. Я работал в свое время в компании, которая писала автоматически зарабатыватель денег через фьючерсы, через торговлю на фьючерсами. То есть там гениальная была математика, конечно, но до сих пор просто трейдеры, которые покупают, продают сахар и понимают, когда это сделать, они получают больше денег, чем эта система. Еще один пример. Кажется, два нобелевских лауреата и еще несколько таких людей. Это те два нобелевских лауреата, кстати, которые придумали для общинсов модель, знаете, да? Вот они поставили компанию, которая первой написала такую модель. Вначале дела пошли очень хорошо, а через некоторое время они просто обанкротились. Когда постфактум они сделали анализ, почему они обанкротились, они сказали, что случилось событие, вероятность которого было 0,0,0,0,0,0,1, но это случилось. Понятно, да? В принципе, это их мнение, но то, что я хочу донести, это что есть области, где, в принципе, с самого начала нельзя понять причины следственной связи, а в ретроспективе можно их понять. И в таких областях, то есть считается, что разработка программного обеспечения такая область. Считается, что руководство изменениями тоже такая область. Это считается, да, в общем, опять, все контекстнозависимо. Исходите из этого. То, что считается, в принципе, может быть, для вашего конкретного случая не будет работать. Кстати, ну, поэтому и нужны мозги, кстати. И что я хотел сказать, да, в таких областях лучше всего работают эмпирические методы, то есть когда вы итеративно работаете, в конце каждой итерации смотрите, что случилось. Не важно, чтобы там итерации были, не важно, чтобы вы работали, грубо говоря, по скраму, да. Вы можете работать просто каким-то фиксированным, то есть каким-то отрезком фиксированным длином. Главное, чтобы вы смотрели, что было по этой перспективе и пытались найти паттерны. И через некоторое время обычно паттерны начинают повторяться. И в этом, кстати, секрет успеха JAR методов, которые сегодня стали мейнстримом, да. То есть практически все компании, известно, используют JAR. Ну, по крайней мере, я был там на Чикагской конференции 2009 года. 1400 человек приехали из разных стран. Вот все компании, которые я знаю, лидеры, все используют сейчас JAR. По-моему, причина в том, что мы находимся именно в этой области. Когда, если мы будем рассматривать вот эту четвертую область, где причина следственной связи в принципе непонятна. Например, когда в стране оппозиция становится слишком сильной, начинаются массовые выступления людей, митинги и так далее. То обычно мы находимся в этой области. То есть понять, что, какое слово правительство, какое действие правительство, к чему приведет. То есть как отреагирует эта огромная масса людей, непонятно обычно. То же самое в компании, когда у вас, не знаю, сокращение или что-то такое. Это большой корресис в компании. И к чему приведут ваши действия, обычно невозможно узнать. И в интерспективе даже непонятно, если бы вы по-другому действовали, что бы получилось. В этом случае работают другие методы. Обычно. Я про эту модель рассказываю для того, чтобы было понимание, как сильно зависят подходы, решения, методы, приемы от контекста. Я, да, но у вас может возникнуть вопрос, а зачем вообще слушать тогда этот мастер-класс, если так сильно все зависит от контекста. Дело в том, что есть очень много общих идей, типичных ошибок и типичных хороших практик, которые полезно знать. Тогда вы будете, не будете концентрироваться на вот эти общие вещи, а будете концентрироваться на специфику вашей конкретной ситуации. Понятно, да? Есть вопросы на эту тему? Хорошо. Хорошо. Теперь, допустим, вы решили реализовать крупномасштабные изменения в своей компании. Как это начать? Значит, первое правило так называемое, что любая инициатива по изменениям должна иметь какую-то понятную цель. Как это бренд. То есть это, как даже маркетологи думают, это должно иметь какой-то бренд. Если несколько изменений, то должен быть общий бренд. То есть сегодня мы меняемся, чтобы улучшить качество, а завтра мы меняемся, чтобы работать продуктивнее. Это обычно плохо проходит в компаниях. Понятно, да? Нужна цель? Нужен бренд. Но недостаточно, чтобы бренд звучал в терминах, что будет хорошо потом. То есть, например, мы улучшим качество, пользователи будут довольны нашими продуктами. Я предполагаю, что это не заставит людей шередиться в компании.